Я приветствую вас с любовью нашего Господа Иисуса Христа. Есть на сердце такие пару мыслей поделиться. Хочу словом, короче, я назвал это слово так «три ступени Иосифа» или проповедь этого. Место, которое я хочу читать, это Матвея 5 глава, с 23 по 26 стих. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебе слуге, и не верли бы тебя в темницу, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата. И вот я как бы хотел бы коснуться вот этого момента, и не верли бы тебя в темницу, и ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата. Я хочу привести два таких образа темницы, для понимания. Первое, когда люди находились в грехе, или все мы когда-то жили в грехе, и мы своего рода находились в темнице, и мы не могли оттуда выйти, и только когда пришел Иисус, он разорвал эти цепи и вывел нас оттуда. Он разорвал эти цепи и вывел нас оттуда. Но здесь говорится чуть-чуть о другом. Но здесь говорится чуть-чуть о другом. Тут говорится о том, помните, братьев Иосифа? Вы знаете, что они сделали? Они бросили Иосифа в яму, отцу пришли и сказали, что Иосиф разорвал зверь. Ватер сказал, что Иосиф был из этого зверя. По большому счету они слукавили. И всю свою жизнь, или большое количество времени, они с этим жили. До того времени, пока не попал в Египет, встретились Иосифа. И даже с первого раза, с первого раза они не раскаялись, пока Иосиф их плавно не подводил к покаянию. Иисус говорит, ты не можешь разрешить какой-то вопрос, пока ты не развяжешь проблемы с братьями, с сестрами, и не избавишься от каких-то узлов, которые у тебя есть. Если ты этого не сделаешь, ты из этой темницы не выйдешь. Это твое образное внутреннее состояние твоего сердца. Я хочу таких три простых примера привести на основании жизни Иосифа. Это три примера из Иосифа. Помните, он первый раз попадает в колодец, братья его кидают. И продают Мадеамитянам. Он пострадал незаслуженно. Но то, что мне нравится в Иосифе, в его образе, что он с этим справляется, он выходит с этого состояния. Но, что Иосиф старко, он из этой ситуации приходит из этого состояния. Дальше он попадает в дом Потифара. Там, где Потифариха и Потифар. И Потифариха обвиняет его и опять его кидают в темницу. И он опять достойно выходит оттуда. Не разочаровавшись, не заквасившись в каких-то своих вещах. Помните, третий раз, он уже, когда находится в темнице, когда он встречает Хлебодара и Виночерпия. Он им помогает. Они выходят на свободу. И он говорит, когда вы будете там, вспомните обо мне. И он говорит, когда вы будете там, если вы не выйдете, то, что вы не думаете. И, к сожалению, люди о нем забывают. Но люди забыли о нем. Было это повод, разочароваться и упасть в какое-то Уныние. Но интересно, что Иосиф достойно выходит из этого состояния. Но Иосиф kommt auch hier wirklich в вирде raus. Когда правильный мотив сердца у человека, выйдя оттуда, я думаю, надо было со всеми разобраться, и с братьями, и с Патифаром, с Патифарихой, и с Хлебодаром, и с Виночерпием, со всеми. Но интересный момент, что Иосиф учится достойно выходить из своей тюрьмы. Он развязывает вот эти всевозможные узлы. И на это приходит Божья благодать. И на это приходит Божья благодать. Я как бы хочу такое одно место найти в Писании, одно место в Писании, это Деяние, 25. глава, 16. стих, 16. глава, сейчас, 26. глава, с 24 по 26. Когда два Божьих человека попали тоже в тюрьму. Auch wieder zwei Gottesмänner sind в тюрьму. И вот как они себя ведут, и они видят, как они себя ведут, это очень такой правильный выход, как из этой тюрьмы выйти. Как он из этого и это пример Павла и Силы. Мы видим, как Павла и Силы здесь были. 16. глава, 24. стих. 24. Версих, 6. капитал. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колодах. Версих, около полуночи, Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Узники же услышали их. Вдруг, они были беды, сухи, которые все слышали. Вдруг, сделалось великое землетрясение. И там, как он, так что поколебалось основание темницы, то, что это в тюрьму двигалось. Тотчас отворились все двери и все хусы ослабили. Вот это вот правильный выход из темницы. То, что мне нравится, смотрите, люди, попав в темницу, первое, они взмолились и начали прославлять Бога. Они действительно в этом хранице им себя беременны. Они в хранице, но они начинают бедать и Бог дамить. Хотя, думаю, в темнице нечему радоваться. В хранице ты можешь не радовать. Но в этой ситуации преобладает их духовный человек над обстоятельствами и над своим плотским человеком. И тогда приходит Бог в силе своей благодати и силы. И тогда колебается основание, отворяются двери и узы ослабевают. и не из-за того, что Бог плохой или Бог не хочет. по двум причинам. Первое, может быть не какое-то непонимание. они не хотят, как написано, отложить жертвенников этот дар и пойти сначала разрешить эти узлы. Какие это могут быть узлы? Это может быть обида, непрощение, это может быть какой-то явный грех, который надо оставить. Это может быть тайный грех, который тоже надо оставить. Но перед этим надо признаться пред Богом и сделать правильные действования. И тогда колеблется основание темницы, отворяются двери и узы ослабевают. Пусть Бог нас в этом благословит, чтобы перед тем, как бежать к жертвеннику, чтобы мы отлаживали и вникали в себя и в учения, занимались им постоянно. И в этом наблюдали за своим внутренним человеком, за своим внутренним состоянием, потому что это наша ответственность, и как мы будем относиться к нашему духовному здоровью, таково оно и будет. Пусть Бог нас благословит, аминь. Бог möchte нас segны. Спасибо.